МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу новостей на телеканале Обдинск ТВ. Здравствуйте! В студии Георгий Розываев. И Дарья Человекова. Коротко о главном. Заседание Совета при губернаторе по жилью прошло в Обдинске. Среди регионов Центрального федерального округа по объему ввода жилья наша область уверенно держит второе место. День качества дорог. Специальная комиссия обследовала в Наукограде строящуюся дорогу на улице Борисоглебской. 160 миллионов рублей. Федеральное медико-биологическое агентство выделяет средства на оснащение Обдинской диагностической службы клинической больницы номер 8. Белый медведь. Расскажем, какое отношение этот северный зверь имеет к истории Наукограда. Калужский регион сегодня занимает седьмое место в России по объему ввода жилья в расчете на одного человека. Среди регионов Центрального федерального округа наша область уверенно держит второе место. Наукоград Обдинск в числе и наиболее активно застраивающихся калужских городов. Таких объемов строительства, которые были зарегистрированы здесь в прошлом году, в Обдинске не было с середины прошлого века, когда и создавался посреди леса закрытый город науки. Накануне в Доме ученых прошло заседание Совета при губернаторе по жилю, где не только подсчитывали количество введенных в эксплуатацию квадратных метров, но и новые тренды в этой сфере и проблемы, возникающие у компаний, привлекающих к строительству дольщиков. Калужане в российском тренде. Ипотечные кредиты берут все чаще. За прошлый год объемы заключенных договоров выросли наполовину, отметил губернатор. Выражение – это 2,5 тысячи кредитов на 4,5 миллиарда рублей. То есть это трост. 864 квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Калужской области в прошлом году. Половина – это индивидуальное жилье. И Обдинск в лидерах по объемам строительства. Решают здесь не только жилищный вопрос обеспеченных клиентов, но и дольщиков, которых застройщик обманул. В этом году в Наукограде сдадут последний дом – СУ-155. Результатом проделанной работы станет решение проблем тысячи обманутых силовистов. Новоселье уже несколько лет ждут не только дольщики СУ-155, но и клиенты компании «Комфортный город». Решение этой проблемы в Обдинске тоже нашли. Еще год назад ситуация оказалась тупиковой. Мы прошли через тяжелые переговоры с застройщиком, с инвестором, с дольщиками, которых нас предстоит убедить в том, что имеет право на существование. Такая форма решения для задачи. Прошли судебные тяжбы, но тем не менее все решения были приняты, и сегодня уже ведется строительство. Изменения в российском законодательстве призваны уберечь дольщиков. От подобных ситуаций теперь компания должна не менее трех лет проработать на рынке и сдать 10 тысяч квадратных метров готового жилья перед тем, как затевать долевую стройку, а еще подтвердить свою финансовую состоятельность. Дополнительной страховкой стал специальный фонд, созданный на отчисление застройщиков. Вчера Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект об усилении административной ответственности при долевом строительстве за внесение недостоверных сведений в единую информационную систему жилищного строительства застройщика полагается очень серьезные штрафные санкции. Обсудили и программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Здесь, у Обнинска, тоже есть чему поучиться. Отдельно губернатор высказался о многодетных семьях, не все из которых пока получили землю. Вопрос должен быть закрыт, тем более, что возможности у региона есть. Напоследок Анатолий Артамонов призвал активнее развивать рынок социального арендного жилья и корпоративного строительства. Те же молодые кадры не всегда готовы связывать себя ипотекой на годы вперед, поэтому у этой сферы большое будущее. Екатерина Замахина, Максим Сечко, Обнинск ТВ. В Обнинске сегодня прошел День качества дорог, в рамках которого специальная комиссия обследовала одну из наиболее важных дорожных строек, ведущуюся на улице Борисоглебской. Проезжая часть на улице Борисоглебской расширена до четырех полос не случайно. Дорога пролегает между двумя активно застраивающимися жилыми микрорайонами, а еще соединяет Обнинск с соседним Боровским районом. Так что местным автомобилистам такие перемены точно в радость. По вводу объекта в эксплуатацию будет выдан паспорт подрядчикам гарантийный, в котором он будет гарантировать верхний слой покрытия 4 года, земляное полотно искусственного сооружения 8 лет и дорожная одежда 6. Ну и соответственно обустройство дороги тоже на гарантии. То есть все, что было выполнено подрядчикам, он дает гарантийный паспорт. Дорога пока остается в подчинении области, но в будущем ее передадут городу. Подарок получится щедрым. Стоимость работ достигла 160 миллионов рублей. Помимо строительства еще двух полос дорожные рабочие перекладывали газопроводы и линей связи, монтировали уличные фонари и делали велосипедные дорожки. У компании, выигравшей тендер, хорошая репутация. Более 300 километров калужских дорог построены ее силами. Неприятных сюрпризов от застройщика проверяющие не ждут, но и закрывать глаза на мелкие недочеты не будут. Сложности у нас всегда бывают, но все выполнено по проекту, по проектному решению, отклонения на проектное решение нету никакого. Все в составе проекта. Очень хорошо нам помогала местная администрация, решались тут вопросы с местными жителями, которым мы все эти поправочки учли, где мы увидим все, подъезды к домам все сохранились. В состав комиссии, которая сегодня придирчиво мерила Борисоглебскую шагами, вошли не только областные чиновники. Обнинские депутаты и сотрудники администрации тоже вносили свои замечания. А сдача дороги в эксплуатацию намечена на 31 августа. Екатерина Замахина, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. 160 миллионов рублей потратит Федеральное медико-биологическое агентство на пополнение оснащения диагностической службы клинической больницы номер 8, расположенной в Обнинске. Техника поступит в пользование сотрудников медицинского учреждения до конца года. Об этом заявил накануне руководитель ФМБ России Владимир Уйба, который посетил Обнинск для проведения выездной коллегии ведомства и встречи с губернатором. Это, в общем, очень серьезный вклад. Это, безусловно, те направления, которые сегодня вызывают абсолютно справедливые нарекания у горожан. Это диагностические блоки КТ, МРТ, лабораторная диагностика. И этот блок вопросов мы отработаем до конца года. Еще один вопрос, я считаю, немаловажный, который тоже обсудили здесь на коллегии и взяли его на общую проработку, это вопрос правильного использования площадей клинической больницы. Высказался Владимир Уйба и о судьбе конкретных хозяйственных построек клинической больницы. К примеру, помещение бывшей молочной кухни он предложил рассматривать как объект для привлечения инвестиций. Под дискотеку это помещение, конечно, не отдадут, но использовать его все же будут не в целях приготовления детских смесей. По просьбе Владимира Уйба и распоряжению региональной власти, на этой неделе в Обнинске работают представители территориального фонда обязательного медицинского страхования. Эксперты анализируют причины низкого тарифа, установленного для клинической больницы. Именно в нем, так сказать, зашиты зарплаты медработников, размер которых, по мнению Уйбы, влияет на кадровый дефицит. Глава ФМБА высказался о возможном применении спецтарифа, который используется в закрытых атомных городах. В Обнинском городском музее можно увидеть удивительные экспонаты. Хранится здесь и чучело белого медведя. Какое отношение этот северный зверь имеет к наукограду, выясняла Елена Акджанян. В старом здании музея на улице Победы это чучело тоже было. Стояло оно там в окружении местной фауны – воробьев, синицы, белок. Но белый медведь – зверь явно не местный. Как же он к нам попал? В августе 1969 года на острове Хейса группа обнинских ракетчиков проводила зондирование верхних слоев атмосферы. Руководил экспедицией Валентин Кудрашов. Один из косолапых для места своих прогулок в целях охоты выбрал территорию, непосредственно примыкавшую к жилым боксам. Это представляло серьезную угрозу для жизни людей. Медведя застрелили из карабина. В мае 1970 года его шкуру привезли в Обнинск и передали в музей. Работали обнинские метеорологи не только в Ледовитом океане. Метеостанции были и в Антарктиде на станции «Молодежная» и в других местах земного шара. «Поездил по шарику, был на севере, на южном полюсе, в экватор». Куда посылалась страна, туда и ехали. На острове Хейса, где расположилась одна из метеорологических станций, настоящим хозяином является не человек, а белый медведь. Там его дом, его царство. Участникам научных экспедиций приходилось с ним соседствовать. И это соседство было иногда смертельно опасным. Причем как для человека, так и для зверя. Мишек на метеостанции старались зря не убивать. За это, кстати, полагался немаленький штраф. Все-таки краснокнижные животные. Зверей даже пытались приручать, вывешивая около жилья куски мяса. Однако передвигаться по станции полагалось исключительно в составе охраняемой группы. Отступление от этого правила чуть не закончилось трагедией для обнинского механика Владимира Сацкого. В ноябре 1985 года он работал на пусковой установке. После пуска ракеты возвращались домой. Он шел замыкающим. И вдруг вспомнил, что забыл выключить пусковой сигнал. Осторожно, опасная зона. Вернулся, чтобы его отключить. И пошел догонять свою группу. Отставание в 50 метров стало роковым. Вот у нас здесь пусковые. И вот сюда мы шли. Вот дома идут. Посмотрел сюда, здесь чисто. Здесь дома вроде никого не видно. Ну и было тихо. Погода хорошая такая. Не мило. Я пел там «Поедем красотку кататься». Медведь напал внезапно. Сбил с ног, ударил по голове. Владимир Владимирович потерял сознание. Услышавшим крики товарищам, удалось отогнать зверя. Механик сумел добраться до старого кампуса и запереться там. Лег и так это себя по ногам вроде ноги целые, руки вроде целые. Здесь вот ухо вот висело там что-то. Медведя удалось отогнать и застрелить. Полярнику повезло. На него напало молодое животное. Подросток двухлеток. Взрослый медведь убил бы его с первого удара. Можно сказать, что Владимир Владимирович легко отделался. Медведь надорвал ему ухо, порвал лицевой троничный нерв и повредил ногу. Механика эвакуировали на лечение санитарной авиации на Диксон, а затем он долечился в Обнинске, в МР. Друзья до сих пор называют его «недоеденный медведем». А сам он шутит, когда что-то не расслышит. Не медведь на ухо наступил. И справка есть. На память об истории с медведем товарищи сделали ему сувенир – медвежью лапу. Но довезти ее до Обнинска не удалось. Украли грузчики на Диксоне. Впоследствии Владимир Владимирович провел на острове еще несколько сезонов. Продолжал заниматься запуском метеорологических ракет. А чучело медведя, выставленное в экспозиции городского музея, занимает почетное место в одном из его залов, символизируя опасные условия, в которых порой добываются научные знания. Елена Агаджанян, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ Около 4 тысяч жителей Наукограда вчера пришли на стартовый матч чемпионата России по футболу среди команд 2-го дивизиона, в котором Обнинский «Квант» принимал именитого соперника – липецкую команду «Металлург». Футболисты «Кванта» не обманули ожидания своих поклонников, провели трудный матч и заслуженно победили со счетом 2-1. За событиями, происходившими на поле, наблюдал наш спортивный обозреватель Николай Хнычков. Соперник «Кванта» Лепецкий «Металлург» далеко не новичок во 2-м дивизионе. В зоне «Центр» играет с 2010-го года, дважды финишировал на 4-м месте, в прошлом сезоне стал 5-м. Хозяев поля, мастеровитые гости особо не смутили, и подопечные братья Морозовых не изменили атакующей манере ведения игры. Это принесло свои плоды. Вначале Алексей Фиколкин проверил бдительность галкипера «Металлурга» со штрафного, а на 9-й минуте Анатолий Семкин завершил усилие своих одноклубников ударом с линии вратарской 1-0. До конца первой половины оба команды обменялись резкими выпадами. Гости старались переломить ход встречи, «Квант» устоял за счет слаженных действий в обороне и надежной игры своего вратаря Виталия Яковлева, совершившего ряд великолепных сейвов. Надежный тыл дал уверенности линии нападения. В начале второго тайма вышедший на поле Евгений Друщиц, сменивший Алексея Сергулева, сумел удвоить преимущество наукоградовского коллектива. В дальнейшем ход матча не претерпел особых изменений. На атаках гостей «Квант» отвечал своими выпадами, но на 90-й минуте «Металлургу» все же удалось сократить отставание в счете, на большее не хватило. На послематчевой пресс-конференции тренер гостей своего разочарования не скрывал. Надеялись на победу. Ехали, естественно, за победой. И настраивали, что будет первая игра команды, что будет настроиться, естественно, но, к сожалению, не получилось. За исключением 15 минут, в конце первого тайма, когда мы перехватили инициативу и создали несколько моментов, мы там вратарь вытащили, стандарты были, в остальном игра, если мягко сказать, не получилась. Так что хозяин с победой, мы будем делать выводы и идти дальше. Лучшим игроком матча у «Кванта» был признан автор первого гола в стартовом матче чемпионата Анатолий Семкин. Для молодого игрока, впервые в жизни игравшего при переполненных трибунах и забившего гола, это события знаковые. И потому эмоции его переполняли. Сумасшедшие ощущения, выиграли. Я не знаю, мечта сбылась. Воминский профессиональный футбол, полный стадион болельщиков. Я забил гол еще, когда вы уже. Это, не знаю, только в детстве могло присниться такое. Поэтому все великолепно. Глава администрации Обнинска, следивший за игрой все 90 минут, особо отметил 12-го игрока «Кванта» – болельщиков. Я бы не стал выделять какие-то моменты. Вообще игра была прекрасная. Иногда можно было забыть, что это не чемпионат мира. Но главное мое впечатление – это трибуна. Полная трибуна, 3900 человек. Такого не было никогда. Я думаю, что сегодня это две победы. Это победа «Кванта» на поле и победа жителей Обнинска на этих трибунах. Во втором торе 26 июля у «Кванта» игра на выезде с брянским «Динамо». И 30-го – кубковый домашний матч с Долгопрудным. Николай Хначков, Николай Подлепалин, телекомпания «Обнинск ТВ». Наша программа подошла к концу. Напоминаем, что следить за новостями вы можете на интернет-сайте телекомпании, на наших страницах в социальных сетях. Мы желаем вам всего доброго. Встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин